Этот ролик я снимаю с названием «Прокачка ПК». Но это далеко уже не прокачка. Сегодня мы прокачаем личность. Мы прокачаем его ПК, это как второстепенное. Сегодня я могу объявить, что мы занимаемся продюсированием игроков. В общем, сегодня вы увидите, как мы поможем молодому таланту стать лучше, стать медийным и, возможно, пробиться в киберспорт и зарабатывать огромные бабки и славу. Мы не будем прокачивать ПК тем, кто просто хочет поиграть в КСочку, поиграть в Фортнайт. Мы это сделаем тем, кто в этом реально нуждается. Талантливым уже игрокам. И это наш первый герой. Его зовут Чай. В 2017 году я начал заниматься этим каналом. И сразу же мой первый ролик был «Я собираю команду». Да, я хотел попасть на шелтиви со своей командой и врываться в киберспорт. Но после того, как у меня начал расти YouTube, я понял, что это не слишком сейчас нужно, а нужно заниматься именно каналом. И вот тот тип, который был у меня в команде, его зовут Чай. Он был самым опытным игроком в нашей команде. Каждый раз он делал какие-то классные моменты. И просто я восхищался его игрой. Но были моменты, когда я переставал интересоваться этой командой. Но всегда я ему говорил, что у тебя все получится. И в один момент я ему пообещал, что продвину его в киберспорт. Это было два года назад. И вот, наверное, тот самый момент, когда это нужно сделать. Подарка компьютера, продвижение его стримов и, возможно, интерес к другой организации. И это наша цель этого ролика. Ну что, вы познакомились с этим парнем? Сейчас я могу вам показать, что мы купили. Идем до НС. Самое главное, мы не купили. Суть прокачки ПК в том, что я не трачу деньги. Это все присылают спонсоры, чтобы появиться в ролике. Но процессор, к сожалению, я не могу найти. Ребята из Intel не пишут мне, не отвечают мне. Поэтому я не знаю, как с ними связаться. Приходится каждый выпуск покупать самому этот процессор и тратить по 20 тысяч рублей. Ну а так, всем остальным спонсорам спасибо. Как вы знаете, я владелец ДНС, поэтому нам можно сюда заходить. Чувак, мне нельзя заходить сюда. Ты че? А вот наш камень. Нам первые разрешили сюда попасть. Вот как выглядит ДНС кладовка. Тут собирают ваши компьютеры. И вот это рай для тех, кто любит коробки. В общем, смотрите, подсветка меняется. Классно, согласитесь. В общем, здесь у нас i5-9400F. Здесь у нас 16 гигабайт оперативной памяти. Здесь у нас 1660 Ti. Здесь у нас SSD-шка на полу терабайта. И здесь у нас 700 ватт AeroBronze BP. И Materingo Z390. И корпус у нас AeroCool AeroHawk. Ну, Windows уже установили. Все хорошо. А сейчас мы можем уже его собирать полностью. И ехать к нашему герою. Такего дела. Ну, наверное, коробки тоже заберем. Почему бы и нет. В общем, друзья, мы приехали. Сейчас мы припаркуемся. Просто идеальное место для парковки. Как будто прям для нас. Прям идеальное место, чувак. Смотри на него, смотри на него, на него, Наруто. Так, ладно. Все, выходим. Сейчас позвоним Андрею. Добрый день, Российская Федерация вас слушает. Здравствуйте. Что такое? Что случилось? У вас ровно 40 секунд спуститься и забрать нас наверх. Все, бегом. Здравствуй. Хотели разобраться? Ты кто? Чай. Чай плоский. Ты будущий стример? Да, и топ-1 снайпера сидит. О, да, удачи. Эти, бесят уже, подходят, спрашивают. Эти топ-1 СНГ авапера. Сколько у вас уже? Дайте посидеть в машине, пожалуйста. Уйдешь? Ты уйдешь отсюда или нет, чувак? Ты можешь выйти. Разберемся. Хорошо. Эти не русские. Друзья, вот и чай. Ты вообще ожидал, что такое случится? Нет, я сижу, нет, я на паре сижу, лабу пишу, да, и ты такой пишешь. Чувак, го, про гаечку. Нет, так не было. Я тебе сказал, ты хочешь? Я тебе написал, ты хочешь вообще играть в эту игру или нет? Естественно, хочу. Я помню, что тебе три года назад обещал, с Осомов вместе мы сидели, я сказал, чай, я тебе обещаю, я тебя продвину в киберспорт. Помнишь? Да, но ты продвигаешь. Я тебе продвигаю? Прямо сейчас. Да, я тебе об этом и говорю. Мне кажется, что это и есть то, чем тебя можно закинуть. Мотивировать, да. В смысле замотивировать? Это тебе прям все дают. На самом деле, ладно, давай вещи заберем и потом уже поговорим об этом. Забирай. Вот так выглядит рабочее место Андрея до прокачки. И оно станет намного хуже, лучше после прокачки. Что я здесь вижу? JBL-ушки, динамики. Мониторные колонки. Мониторные колонки, что это значит? Это персональная музыка. Персональная музыка у тебя? Ну да. У тебя есть уже классная работа? Ну, нормально. Нормально есть, а есть классная? Ну, могу включить. Да, давай. Так, битбокс какой-то? Рэп, что у тебя? Не, ну это просто бит. А, биты делаешь? Ну, это так, типа демочками. Давай. Ну, вот тут я капеллу накладывал. Это ты? Ну, это мой бит. Не, это акапелла. Он был лучшим. Пап, ты, бит, шест. Я не могу. Спасибо. Хорошо. Я бы такое слушал на самом деле. О, тачка. А второе? Да, в тачке. В компьютере у тебя микрофон, аудиотехника AT2020, правильно? Да. Дальше мы это, понятное дело, не забираем. Динамики не забираем. Это не забираем. Забираем только монитор, девайсы, коврик и наушники. И весь комп. Ну и все. Типа, да. Да, ну мы ничего не приносим, если что. Мы просто забираем. Так, ладно, по компьютерам. У тебя, так, 16 гигабайт оперативки. DDR3. AMD. А, он тебе разогнат, что ли? Да. 4,2 гигагерца. У тебя AMD, это что, есть видеокарта? Да. Она на уровне какой, NVid? Пуже 900 какой-то там. Это плохая видеокарта? Ну такая. Сколько она стоит? 14, по-моему. Она 2 гига. А, 14 тысяч стоит? Да. Это очень много. Так, окей, все. Я понял, потом и на старую комп. Сколько у тебя было FPS в CSGO? Давай я сейчас проверю. Мне нравится его штучка. Какая-то подушка на полу. Очень приятно ноги ставить. Да, очень маленькая. Кто придумал такую схему? Я. Ты придумал? Так, ну давай для проверки зайдем у нас в Сибирьщик. Мы тебе оставим SSD-шку, ой, HDD-шку, поэтому CSGO и все должно остаться. Будем проверять на DM-е. А почему у тебя красный SV? Вар? А, ну это от Компа, я не знаю. Это от Компа, надеюсь? Ну да, это от Компа, потому что на iBot у меня тоже красный SV. А у тебя на FASTE тоже красный? Правда? Да. Как тебе Сенса? Сенса? Слушай, играть можно. Мне нравится... А почему у тебя такая картинка приятная? У тебя каждый пиксель видно. Ну вот настроил. У меня мутная картинка всегда. А может у тебя с лажем не стоит? Вот у меня FX-а стоит, а у тебя какой-то... Вот почему картинка такая разная всегда? У тебя хорош. Играть можно, но у тебя вар бесит. Это видимо AMD не справляется, да? Я давно не видел такую тему, что просто красный SV даже на Inbox. FPS 150, короче, стабильный на DM'е. 150. Ну, у тебя будет на новом компьютере 190, так что... Есть разница. И клавиатура, она вырезанная. Это HyperX? Да, Оклик. Оклик! Оклик! Это же русская компания. Русская компания похожа на HyperX. Клавиши похожи. И по нажатию похожи. Очень хороший трек, Бишута хороший трек. Если я бы это где-то увидел, я бы послушал. Не, молодец. Ладно, давай тогда скинешь этот трек. Я на фон поставлю этого видео. Можно. Давай. Кресло у тебя с AndroidX. Оно более-менее живое, здоровое. Мы его забираем. Оно скрипит. Оно скрипит. Ну, оно стоит около шестерки, мне кажется. Да, да. Ну, сейчас будет шестерка стоить. Ну, именно в таком состоянии. Слушай, хороший у тебя комп. Это самый лучший комп, который у нас был вообще в прокачке. Нет, а там у Чао тоже был. У Нюкса? Ну, там у Чао тоже есть. У Казах, да? Ну, я не помню. Ну, Казах, вы сами знаете историю, потому что нам не прислали компьютер. Такое тоже бывает. Ну, главное, ты в Питере живешь. Мы найдем тебя, если что. Так, ладно. Коврик у нас SteelSeries. Хороший, кстати, неплохой. И мышка ZOVIA C1. ZA13. ZA13? Да, мне все равно еще. ZA13. ZA13 хорошие девайсы. Забрать, если что. Самое забавное, что сейчас я вам покажу девайсы, которые вы даже... Ну, я не слышал про них. В общем, это Logitech. Клавиатура беспроводная. Я вообще не знал, что она у меня есть. Мне сказали по сторису, типа, чувак, у тебя беспроводная клавиатура. Я начал ее тестить и понял, что она прикольная, но там некоторые клавиши отличаются. Короче, тут столбик лишний. Из-за этого я путаю, где клавиши. То есть, ВСД чуть вправо наклонено. Поэтому надо к этой клавиатуре привыкать. Она стоит 17 тысяч рублей. Клавиатура 17 тысяч. Понимаешь? 17 тысяч. Это ВА3 стоит. Мышка Logitech Pro. Красота. Скоро здесь будет Navi. Так. Вот по наушникам я не могу сказать, хорошо или плохо, потому что... Ну, я пользуюсь Pro-шками. Это не лучшая версия их наушников. Есть, типа, модель посвежее, получше. Но они беспроводные. А, у тебя все беспроводное, чувак. G935. Слушай, возможно, они даже получше, Pro-шки. Короче, ну ты реально можешь кайфовать на расстоянии. Так, и коврик у нас G840. Обычный. Очень большой. На весь стол у тебя будет он. Не, по девайсам у тебя прям все шико. У тебя прям все профессионально. Короче, ну все. Закрывай глаза. Открывай, чувак. Смотри, это комп. Новый комп, да. Короче, он все самое собрал, поэтому красавчик. Мы просто смотрели на него. Просто смотрели. Было, да. Я не знаю. Но... У вас на экране. У вас на экране. Она не такая уж дорогая. Выглядит дороже. Выглядит как Алькантара, согласись. По креслу у нас AeroCool. Очень интересный вариант. Мне он нравится. Похож на Алькантару чем-то. Ну и по ценнику, если сравнить с другими креслами, то это кресло выделяется тем, что оно дешевле обычного. Ну а выглядит и сидится на нем очень удобно и мягко. Как сидится? Ну как в бэхе, честно. В бэхе? Да. Ты сидел в бэхе? В моей сидел? Куда это было? Да, недавно. Недавно? А как он прокачку попал? Ну, чего? Сейчас мы поговорим про девайсы, которые мы ему подогнали. Подогнали нам Logitech мышку Pro. С ней играет Simple. Как тебе оно вообще? Она очень удобная, потому что такая литра. Откуда это цена? 12 тысяч. Нет. Здорово, Тарасово. Так, ладно. Короче, она стоит поменьше. У вас на экране цена. Да, но она комфортная, приятная, я с ней сам играю. Но она у меня другого цвета. А здесь у нас мышка. Это клавиатура от Logitech. Я не знаю, почему она подключена к проводу, потому что это беспроводная клавиатура, которая работает. Вот. В общем, клавиатура идеальная, но тебе будет очень сложно прыгнуть к ней. Сейчас закрой глаза и поставь свои пальцы на VSD. Читер. Не, он видел. Такое невозможно. Не, я сразу на Shift и сюда. Ты с Shift? Не, когда я играл, я всегда путал. Я вот тут и вот играл, вот так вот играл. Потому что тут новый столбик появился. Ну, конечно, это тело привычки, мне кажется. Но она очень комфортная. Она тихая, во-первых. Она очень быстрая. Идеальная просто. Вот единственное, что здесь плохо. Это ноампад. Да, он не может. Ложитек, я жду от вас клавиатуру, которая будет без ноампада. Коврик у нас обычный от Logitech. Самый большой, который у них есть, если я не ошибаюсь. И клавиатура. Наушники. Чё? Они почему-то опять с проводом, но нет. Они были подключены к проводу, который на полу. Так, они работают опять же без проводов. И выглядят опять же идеально. Просто погружаешься в музыку. Вау. Реально, то есть даже танжики пользуются этими наушниками. Сейчас у тебя в компьютере 1660 Ti от компании MSI. Сколько она гигов? 6. 6 гигов. По видеокарте у нас MSI 1660 Ti. Мне кажется, это лучшая видеокарта. Самый популярный вариант в кибер-клубах. Очень многие ее ставят. Это связано с тем, что цена-качество. Дальше. Процессор Intel i5-9400F. Это девятое поколение, последнее. Они в клубах стоят. Да, они стоят в клубах. Это он смотрел просто ролик последний. Там нет графического... Ядра. Ядра. И в общем, он дешевый, самый качественный за этот ценник. Он для КСГО прям идеально. Дальше. У тебя 16 гиговид оперативки от компании T-Force. По оперативке мы не стали брать очень много, потому что 16 гигабайт очень сильно хватает. Тем более для CSGO, тем более для стрима CSGO. Больше не нуждается комп. Мы взяли от компании T-Force. Очень интересный вариант, тем более за такие деньги. И полтерабайта SSD-шки от компании T-Force. Это наш новый спонсор. Спасибо им за такое сотрудничество. Так как мы не берем в прокачку пока жесткий диск, мы взяли большой SSD-шник на полтерабайта. Быстрая прогрузка CSGO, быстрые запуски компьютера. Это все нам подарит компания T-Force. И самое главное, корпус тоже AeroCool. AeroHawk называется. Как тебе он вообще? Ну, он очень красивый. Там вот с терапуской. По корпусу у нас AeroCool. Очень красиво выглядит. Видны кулеры, которые светятся. Видно, что он такой прям массивный, большой, красивый. В общем, одно удовольствие на него смотреть. Жалко, что у чая он не будет виден сильно, так как он под столом. Дальше у тебя в компьютере блок питания от AeroCool на 700 ватт. Ну и также BP у нас от AeroCool. Просто ребята нас спонсируют максимально жестко. Спасибо им за это. Так, что у нас еще по компьютеру, что я пропустил? А, материнка тоже от MSI. Материнка Z390. По материнке у нас Z390. Очень хороший вариант от компании MSI. Я думаю, что те, кто сталкивались, вы понимаете, о чем я говорю. Опять же, по ценнику и по качеству тут точно, точно хороший вариант. Монитор, у нас АОК, он 64 Гц. По монитору у нас проспонсировала компания АОК. Нам выдали 64 Гц, но на самом деле тут чудака больше. Он изогнутый, для CSGO это не лучший вариант. Но привыкнуть к этому можно, никаких там проблем не будет. Я думаю, что чай справится. Такие вы дела? Я обо всем рассказал? Что нам прислали спонсоры, правильно? В общем, спасибо спонсорам еще раз. Без вас этого выпуска бы не было, только процессора у нас не было в этом выпуске. Это самый дешевый, по сути, выпуск. Я потратил 13 тысяч только на него. Это очень хорошо. Это и прикол прокачки, что я не трачу деньги. Поэтому процессор найдите. Кстати, очень дешево стоит, да, процессор? 10 тысяч он стоил. Но он сейчас в каждом клубе стоит. Я думал, он будет 1018 стоить для такого процессора. Но сейчас самое главное, это какой-то FPS. Мы уже установили CSGO. Так что давай. И FPS у нас 360. 370. 370. Как тебе? Ты ощущаешь разницу? Конечно. Типа, у меня так 120 кадров было, а сейчас у меня 400. Мне ничего не лагает. Я типа убиваю, мне не лагают. У меня нет задержки никакой. У тебя бывал всегда? Да. Мы с тобой уже знакомы 3 года, правильно? Ну, где-то тоже. Да. Но я обещал ему года 3 назад, типа, чувак, я тебе обещаю, я тебя продвинув в киберспорт. Я это помню. То есть, когда мы играли в команде, он всегда выделялся результатами. Он намного лучше играл у нас всех. И поэтому мне прям стало обидно, когда мы начали проигрывать, а он просто сидел на месте. Я-то поднимался на YouTube, тоже пытался подниматься. Другие не так хотели вообще играть в эту игру, а он играл всегда хорошо. И мне просто было обидно, что он ничего не получает из-за этого. Никакие бирзовые, никакие улучшения компьютера и так далее. Так вот, вот это получается прокачка. Кстати, я с ним еще был знаком, когда я в Грузии был, понятное дело. Первая встреча из питерских была с тобой, если не ошибаюсь. Одна из первых. Такие дела. У тебя сейчас сколько Элла? Сейчас 2,900. Порой недель назад было 3,100. Это самый почти высокий в Питере Элла, правильно? Ну, один из. Ну, там максимум 3,200, правильно? Я не знаю. Ну, короче, у тебя много Элла в любом случае. И это круто. То есть, такое Элла иметь, это классно. Я предлагаю тебе работать на Сэбишок. То есть, мы тебя берем в организацию. Не как игрока, а как стример. То есть, сейчас у вас на экране Twitch. Да, нет, запись его твича. То есть, он стримит активно. Часов в 12, да, ты стримишь? Ну, меньше будет. Ну, часов в 8 точно стримит. И почему-то ночью стримишь. Ну, да. В общем, он активный стример, фулл-тайм, можно сказать. И мне бы хотелось, чтобы вы его смотрели и поддерживали. Мне кажется, что у него есть какие-то перспективы на киберспорт. Ну, и ты будешь стримить с оформлением Сэбишока, с нашими спонсорами, с нашим дизайном и с нашей рекламой. Ну, и ты просто будешь на контракте. Кто-то за тобой заинтересуется, тебя заберут. А все это время ты будешь на Сэбишоке. Классно? Да. Тебе нравится? Конечно. Окей. Это похоже на продюсирование. То есть, я хочу искать молодых талантов и просто их продвигать. И речь даже не идет о продаже. Я хочу свою организацию сделать. Но сейчас я не хочу этим заниматься, потому что очень много дел. И ты можешь быть на резерве просто. То есть, как потенциальный игрок, если ты будешь скилл повышать. Потому что, ну, 3000 ел, это, конечно, круто, но нужны результаты. Это цифры просто. Да, это просто цифры, потому что сейчас 3000 ел может быть 14-летний. И мозгов, у него стрельба есть, а мозгов ноль. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты попал бы на Шелтиве? Ну, я бы к концу года попробовал. К концу года? Ну, год. Не, ну, чувак, это очень долго, правда. Вот я... Я не знаю, вот почему так много берешь времени? Пробиться на Шелтиве, ну, согласитесь, ты будешь задротить, ну, можно за 2 месяца. Для этого нужна команда. А в чем сложность? Изначально надо свой скил прокачать. Чувак, тебе хватит месяца стабильной игры, и у тебя будет... И за это время ты наберешь команду. Смотри, вот летом ФПЛЦ, то есть я лично поднимусь, да, свой скилл. И там можно будет уже нормальной командой найти на то, чтобы... Сейчас ты готов играть в ФПЛЦ? Твой скилл готов к этому? Месяц надо, и будет готов. Ладно, в общем, я предлагаю осмотреть стримера Ассупер Ти, да? У тебя такой будет никнейм или поменяешь? Фор Эджей. Фор Эджей теперь? Реально. Фор Эджей? Ну да, это Чай. Короче, какой ты уникнем? Фор Эджей. В комментаторе как и должен говорить, какой у тебя должен быть никнейм? Чай. Чай? Да. Хорошо, Чай. В общем, его никнейм Чай. Я оставлю ссылочку на его Твич, поэтому можете его поддерживать, и это официально наш первый стример. Сейчас я смотрю по 10 человек. Я думаю, что тебе будет смотреть сейчас человек 80-100. То есть на Твиче меньше аудитория, понятное дело, тем более моей. Но, ребят, скил у него есть, вы можете заглянуть, посмотреть, все хорошо. Главное, что ты стримил бы, серьезно. Если сейчас выйдет ролик, и ты не будешь стримить неделю, ну никому это не нужно. Тебя забудут сразу. Вот сейчас выйдет ролик через неделю. Я сегодня комп настрою. Настроишь комп, купи вебку за 6 тысяч, купи вебку нормальную. Денег нет. Ладно, давай так. Вот Собишок дает возможность стримерам пользоваться нормальным девайсом, поэтому мы тебе дадим вебку с 922, и ты будешь стримить с нормальной камерой. Хорошо? Хорошо. Ну все. Так что это прокачка единственная вообще за всю историю, когда еще сверху что отдается. Такие дела. Окей, то есть мы поставили точку, через, в течение 5 месяцев ты должен попасть в ФПЛС, и должен выйти на Шел ТВ, это в любом случае. И за это все время ты должен собрать команду. Чтобы это не было каким-то посмешищем, скажи честно, будешь в ФПЛС? Буду. Окей, все, вы это услышали. Как вы были эмоции вообще за счет вот этой прокачки, как выглядела твоя реакция? Ну, я был в шоке, ну я говорю, я сижу на лабе, там написываю лабу, и тут ты мне пишешь, что ты там чего хочешь, прокачку. Вот, у меня там все, мы с ними о лабе уже, как бы, я такой, типа, ну, я говорю, что там, давайте я вам завтра донесу. Серьезно? Да ладно. Ну я сказал, что там я не успел это делать, можно там в следующий день принесу, это он как-то себе без проблем, ну я на мой пушил. Вот эти два дня я ходил там, тут пульс улыбался. Серьезно? Да, а что если бы я порушил бы? Я бы расстроился. Да, ну все, я думал, что это точка невозврата. В общем, все, я думаю, можно закончить. Это огромнейшая тебе мотивация, если ты ее не реализуешь, то ты выйдешь куточку. Ладно, все, спасибо. Спасибо за ролик, эта прокачка в Питере была, если что. Я очень рад, что ты этот ролик посмотрел до конца. Ну и, понятное дело, в конце я не могу не сказать, чтобы вы подписались на этот канал, поэтому прямо сейчас нажимайте на подписаться, не забудьте, пожалуйста, это сделать и нажать на колокольчик с галочкой получать все оповещения. Ждите новый ролик прокачки и, возможно, мы расширим наш несуществующий лейбл стримеров, а это наш первый участник. Ищем новые таланты, ищем молодых игроков вместе с вами. Всем пока!